Не снижая темпы объема проверок, в Самаре проходят традиционные рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Повышенное внимание уделяется крупным транспортным развязкам. В начале текущей недели межведомственная группа начала работу с остановок автобусов и трамваев возле самарского филиала Третьяковской галереи. Представители профильного департамента и компании-перевозчика напоминают пассажирам, что маски нужно надевать еще до входа в трамвай, автобус, троллейбус или метро. Необходимость пользоваться средствами защиты органов дыхания регламентируется специальным постановлением губернатора, который действует до сих пор. Контроль охватывает маршрутную сеть во всех внутригородских районах и организуется в усиленном режиме. Ежедневно с утра и до вечера, охватывая и пиковые часы, и межпиковое время, мы проверяем все виды транспорта. Эта работа будет продолжаться вплоть до отмены масочного режима, поэтому в очередной раз напоминаем, находясь в транспорте, носите маску. Это нужно, чтобы сохранить вашу жизнь, ваше здоровье, а также жизни и здоровье окружающих. Маску необходимо надевать еще на остановке и не снимать всю поездку. При этом маска должна плотно прилегать к лицу, защищая рот и нос. Это также касается кондукторов и водителей. Исключение, если водительская кабина изолирована от пассажирского салона. Однако даже в этих случаях персонал перевозчиков нацелен на ношение маски от начала и до конца рейсов. Необходимый комплект персонал предприятий перевозчиков получает ежедневно перед сменами. Ко всему прочему, в Самаре продолжается ревакцинация от коронавируса, и сотрудники транспортных предприятий регулярно прививаются, помня о безопасности пассажиров и бесперебойной работе муниципального транспорта. Большинство горожан с пониманием относятся к масочному режиму в транспорте. Контролеру сначала предлагают надеть маску тем, кто едет без нее. Если средства защиты у пассажира нет, нередко масками делятся попутчики, кондукторы или водители, чтобы не задерживать транспорт. Того, кто пренебрегает постановлением губернатора и требованиями регионального Роспотребнадзора, могут высадить из салона и выписать протокол об административном правонарушении. Таких материалов оформлено уже 2036, начиная с сентября 2020 года. В том числе в этом году в суды направлено 1057 протоколов. Еженедельно этот список пополняется. Так 22 составили только за минувшую неделю. Участники межведомственной рабочей группы напоминают, за нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц до 30 тысяч рублей за первое нарушение и до полсотни за рецидив. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.